На базе Центра лыжного спорта атлеты спорят за награды чемпионата и первенства Умской области по палеотлону. В летнем троеборье начали со стрельбы. С холодным оружием девушки управляются ловко. Меткость – одно из составляющих успехов в этом виде спорта. При подсчете очков стрельба очень высоко оценивается. Самые большие очки даются за стрельбу и за отжимания. За лыж-роллер тоже даются очки, но там чуть поменьше идет. Больше опору делают на эти два вида. На гимнастику получается и на стрельбу. Соревнования проходили в трех дисциплинах – силовая гимнастика, стрельба и кросс. Соперничают около ста сильнейших спортсменов из команд города Омска, муниципальных районов области, а также команды спортивных клубов и коллектива физической культуры. Палеотлон популярен в регионе. Оно и на праздники севера, и в королеву спорта этот вид включен. Поэтому все районы участвуют в этом виде. И у нас отделение даже есть спортивная школа палеотлона. И в районах во многих есть отделение палеотлона. То есть популярен? Да. Но он интересен. В соревнованиях, проводимых при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Федерации палеотлона, награды областного первенства разыграли в нескольких возрастных группах. По итогам двухдневного турнира наградили сильнейших. Так, среди самых юных спортсменов победителем первенства области стал Андрей Лукьянов из Старского района. Среди девушек – Алена Баргуль из Москаленского. Лучшими среди взрослых спортсменов стали представители Центра олимпийской подготовки «Авангард» Иван Батютенко, Сергей Архутич и Сергей Садыков. Всех победителей соревнований наградили медалями и дипломами Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области.